Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстован, а это очередное видео, посвящённое игре Коровы против пришельцев. Итак, друзья, у меня скопилось множество разных записанных видео, но, к сожалению, не смонтированных, поэтому начнём, наверное, по порядку. Будем сейчас более часто показывать Коровы против пришельцев. Ну и вот, дорогие друзья, сейчас мы сражаемся в ходе новогоднего ивента. Надо сказать, ивент мне, ну, как бы он довольно весёлый, в принципе, мне понравился, но я бы хотел отметить один большой минус уже сейчас по завершении ивента. Я даже, как бы, не понял, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, вот там надо собрать ёлку, да, её надо периодически украшать, выбивать какие-то игрушки из монстров на разных уровнях, и чем выше уровень, тем сложнее справляться с монстрами. Ну и если ты украсишь ёлку целиком, то получаешь там какую-то награду. Я уже даже не помню, какую именно. Но вот если ёлку ты не украсил, то, по-моему, никакой награды ты не получишь. То есть, грубо говоря, останешься в Новый год без подарка. Не знаю, насколько правильно я всё понял, но вот я понял как-то так. И я ёлку, конечно же, не украсил, потому что, ну, как правило, ну, я ещё довольно слаб, чтобы тягаться с какими-то матёрыми игроками, а ивенты, как правило, рассчитаны на то, что в них играют не только слабые, но и сильные, и им тоже должно быть интересно, и для этого должны быть какие-то сложные уровни. Ну вот я сейчас, надо сказать, двигаюсь в том направлении, чтобы стать уже сильным игроком. Я надеюсь, ближайшее... ну, не то, чтобы ближайшее, но я буду сейчас работать над тем, чтобы всё-таки прокачать уже какие-то первые пушки пятого уровня. Надо сказать, рогатка и молокомёт стоят одинаково, поэтому я даже не знаю, с чего начать. В принципе, мне и то, и то нравится, и будем, наверное, улучшать и то, и то. Ну, я думаю, начать всё-таки с рогатки, потому что рогатку мы... подковомёт мы используем, ну, вот в таком, в обычном его формате, а молокомёт мы используем, как правило, в формате вот этого ковбоя, который бьёт с двух рук, и его качать всё-таки дорого. Там колоссальная разница по цене прокачки, но вот обычный молокомёт на пятый уровень качать, это примерно полтора миллиона, там миллион четыреста пятьдесят тысяч, если не ошибаюсь. А вот если вам хочется прокачать именно ковбоя, который бьёт с двух рук, с молоком, он улучшается за четыре миллиона. Ну, сами понимаете, какая разница. Единственное, что, конечно, сам по себе молокомёт пятого уровня улучшать надо, потому что, ну, он хотя бы даже, ну, даже если я, допустим, хочу использовать ковбоя в четвёртого уровня, я ставлю молокомёт, и он у меня сразу будет второго уровня, и это большое преимущество. Потом уже можно его менять на что хочешь, и использовать как хочешь. Поэтому будем изучать всё. Но для начала нам нужно склады побольше, и нам нужно ресурсов накопить. Но это всё позже. Сейчас я всё-таки в первую очередь уделяю внимание исследованию в лаборатории нашей, то есть улучшаю наш подковомёт, наш молокомёт, насколько это мне доступно, потому что я хочу себя как можно лучше проявить в ходе вот этого новогоднего ивента, поэтому, ну, трачусь в первую очередь на них. Вот потом уже ивент закончится, и тогда начну уже копить именно на молокомёты и подковомёты. Ну, как видите, у нас тут всё неплохо. Пока что справляемся, я бы даже сказал, хорошо. У нас тут ни бегуны, никто не прорывается, хотя у нас ещё даже нету ни снежков, ничего такого. Ну, там на юге разве что толстяк проходит, но далеко не уйдёт. В целом, хотел бы отметить, у меня изначально были вот трудности с этой миссией, но после того, как я несколько раз изучил всякие приблуды в лаборатории, всё стало гораздо проще. Так, вон там бегун убегает. Так, остановите бегуна. Отлично, бегун не ушёл. Ну, в целом, у нас тут есть какие-то опасения. Враги уже местами прорываются. Он там опять на хитах, но уходит. Так, остановили, отлично. Я не знаю, может быть, уже снежки стоит ставить, а не улучшать наши подковомёты, или всё-таки подковомёт, наверное, в первую очередь. В первую очередь наши, в общем, обычные пушки, а уже потом всякие снежки будем ставить. Я пробовал по-разному, но вот такой тактикой, по-моему, всё-таки лучше. Так, блин, это джердя уходит. Так, отлично, улучшаем ещё один подковомёт. И теперь мы можем уже ставить везде снежки. Они тоже, как клей, неплохо справляются с задержкой врага. Так, у нас там два вантуса на земле валяются. Так, один, второй, третий. Отлично, все ими успели воспользоваться. Да, мне часто говорят, что можно вот эти активные навыки использовать на цифры, на клавиатуре. Да, я тоже об этом знаю, но как-то я уже привык их кликать мышкой. Поэтому часто забываюсь. Хотя с клавиатурой, конечно, и удобнее. Так, ну вот и всё. По-моему, отлично. Это последние юниты, последние волны. И их мы раскидываем, ну, довольно легко. Давайте, вот тебе ещё парень по голове. Ну и всё. Отлично, друзья. Получаем дополнительный эликсир, дополнительное золото. Ну и мы готовы двигаться дальше. Разве что нам, наверное, понадобятся ещё дополнительные коктейли. Но благо, вашими стараниями, друзья, коктейли у меня хоть отбавляй. В лаборатории у нас сейчас уже ведётся исследование. Лаборатория 13 уровня. Так, шахты все собраны. Ну ладно, значит, мы готовы отправляться. Так, блин, не туда нажал что-то. Не туда я отправился. Вот у нас наша ёлка. У нас уже шестая стадия. Кстати, тут вот есть босс. Но, как мы видим, чтобы сразиться с боссом, нужно пройти 10 миссий. И за победу получим звезду на ёлку. Как бы финальное украшение. Единственное, что я даже, знаете, я даже самым простым боссом-то в игре не справился с тем самым первым. Хотя, друзей у меня прилично. И я вроде пробовал их приглашать. Но ничего у меня не вышло. Не то, что с каким-то ивентовым боссом. У него, наверное, целая куча здоровья. И с ним не так-то просто справиться. Поэтому давайте не будем пока что заморачиваться об этом. А будем просто проходить уровни. Так, у нас уже первые бегуны. Но ничего страшного. У нас тут ковбой. Направо и налево стреляет. Сразу два прохода держит. И неплохо держит. Ну, если все пойдет хорошо, то мы сейчас накопим еще 80 молока и его прокачаем. Или все-таки второго ковбоя стоять. А то у нас вон один бегун уже прорвался. Так, 60 есть. 72. Так, сейчас мы его прокачаем. Еще чуть-чуть осталось. Отлично, друзья. Наш ковбой прокачан. Ну, теперь, я думаю, врагам будет непросто. Ну, а нам нечего опасаться. Разве что вот тут двое ушло на низ. Так что поставим еще одного ковбоя. Пускай их встречает. Не уверен. Ну, хотя у нашего, наверное, и так бы хватило радиуса действия, чтобы их застать. Хотя, не, не хватило бы. Ну, ладно. Все равно мы их добиваем. Он там еще в бегунной хитах. Его тоже добьет наш новый ковбой. Так, ну и мы его сейчас помаленьку, помаленьку, по чуть-чуть прокачаем. Ну, что же, друзья. Наши два ковбоя отлично со всем войском врага справляются. В два раза лучше, чем один. Так, ставим еще третьего. Ну, теперь у нас вообще все хорошо будет. Все, отлично. Неустанно обрабатываем врага. Конечно, может быть, лучше было бы там накопить, сделать второго ковбоя прокаченным. Ну, вот мы решили вот так вот трех по чуть-чуть подкачать. Так, вам, ребята, вам, ребята, Вантус в дорогу. А то что-то... Это же довольно жирные противники. Они не к самому качаному ковбою подходят. Но он неплохо с ними все-таки справляется. Так, я даже не знаю. Может быть, где-нибудь какой-нибудь снежок поставить или еще что-нибудь. Это еще только четвертая из восьми волн. Врагов впереди будет еще много. Нам, по идее, надо все-таки ковбоев качать. Ну, давайте здесь еще подкову поставим. Подкова поможет нам справляться со всякими толстяками. Вообще, в целом, мы могли бы, наверное, сделать одного ковбоя на правой ветке, одного на левой. И, ну, как бы на каждой ветке по молокомету. Ну, да ладно, уже поздно что-то придумывать. Ставим еще снежок. Пускай он задерживает наших врагов. Он неплохо, кстати, останавливает довольно надолго. Так, можно еще один снежок, наверное, поставить. Его там на левом пятачке. Ну, или можно подкопить. У нас совсем немного остается, там, 68, да, надо, чтобы прокачать подкова мед. Или 80, чтобы прокачать молокомед. Так, отлично. Подкову качаем. Теперь у нас даже, я бы сказал, не подкова мед, а наковальный мед. И как раз вовремя, потому что у врага идут, ну, одни такие суровые толстые юниты. Ставим еще пару снежков, чтобы сдерживать врагов. Сейчас их как раз и прокачаем. И в целом, в целом у нас все уже совсем неплохо. Враги далеко от точки своего спауна уже не уходят. Ну, вот, друзья, седьмая предпоследняя волна. И, ну, как видите, успехи у нас неплохие. Мы довольно быстро отметаем противников. Вот они еще даже до центра не дошли. Так, бомба. Давайте. Шипы. Но они тут еще что-то пытаются прорываться. Но вот у нас есть 80 молока. Качаем еще одного ковбоя. Теперь у нас оборона сильна как никогда. Так, ну и все. Мы всех уничтожили, а у нас и следующая волна начинается. И, надо сказать, мы всех уничтожили раньше, чем она началась. Это тоже, знаете, показатель того, насколько вы справляетесь с врагами. Так, давайте, ребята. Я хочу 80 молока еще, чтобы прокачать еще один молокомет. Хотя в этом уже нету необходимости. Мы и так справляемся, но будем справляться быстрее. Все, отлично. Три молокомета четвертого уровня. Один подковый мед. Ну, теперь остается только снежки ставить повсюду. Хотя вот те вот на низу, до них даже враги не дойдут. Так что, ну, никакого смысла в этом нет. Все, отлично, друзья. Еще одна победа. Получаем скромную награду. Вот жаль, что все-таки за эти ивентовые миссии дают довольно скромную награду в золоте и в эликсирах. Поэтому, ну, можно сказать, что я вот участвую, участвую в миссиях, а ничего такого особо хорошего не получаю. Да, вот можем прокачать снежок до третьего уровня. Ресурсов у нас, в принципе, хватает. Единственное, что улучшаться он будет, ну, как видите, 9 дней, а ивент у нас продлится, ну, всего лишь 4. То есть, сам снежок очень долго улучшается, и улучшаться будет дольше, чем будет длиться ивент. И я даже не знаю, понадобится ли он нам после ивента или нет, можно ли его будет как-то использовать. Может быть, будут еще какие-то снежные специальные карты, какие-нибудь миссии, в которых можно будет использовать этот снежок. А может быть, он нам вовсе не понадобится, и там, ближайший момент, когда мы сможем снова им пользоваться, это будет какой-нибудь новый новогодний ивент там в следующем году. Даже не знаю, вот можете оставлять ваши комментарии, ваши предположения, но я даже не знаю, что об этом думать. Так, друзья, ну, а у нас, опять же, нам нужны игрушки, нам надо опять проходить вот этот уровень, с которым мы уже единожды справились. И, знаете, ну, давайте, наверное, вообще все это перемотаем, а то в повторении это скучно. Ну вот, ребят, так гораздо лучше. Зачем смотреть постоянно на одно и то же, мы лучше давайте двинемся дальше. Заберем тут наши награды есть. Отлично, я люблю эти награды, за них дают изумруды. Изумруды вещь полезная. Так, ну и у нас, так, что у нас, нам нужны еще сосульки, так, для шестой стадии. Вот, теперь уже не нужно. Отлично, сдаем все сосульки, теперь нам нужны шишки. Для этого нам надо отправиться на прохождение седьмой стадии. Что ж, отлично, седьмая стадия. Нужны коктейли. Не так, 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 подождите, друзья, где вы тут присылали мне коктейльчики. Отлично, теперь должно хватать. Да, вот, семь из семи и мы отправляемся. Так, что тут у нас? Тут вроде ничего такого особо страшного я не вижу. Ну, хотя, рано еще говорить. Так, ставим по старой, по старой доброй схеме действуем. Ставим молокомет. Здесь, наверное, будем ставить еще один. Так, сразу его превращаем в ковбой. Используем вантус. Так, но пока что у нас все, по-моему, неплохо. Единственное, что вантусом надо было вот того верхнего батискавщика бить, потому что верхний ковбой у нас слабже прокачан. Так, наверное, ускоряем следующую волну. Это даст нам немножко дополнительного молока. Так, даже не вижу, по кому вантусом попал. Так, тут еще и бегуны побежали. Так, отлично, их мы остановили. Так, верхнего ковбоя улучшаем за 40. Теперь... Так, я думал еще бегуна успеть ударить, но нет, не успел. Ну, ладно, все равно бы стескавщику побили неплохо. Вантус используем в никуда, но, как бы сказать, я боялся, что там бегун пробежит, поэтому вот так мы его потратили. Так, отлично, у нас уже есть 80 молока. Первый наш ковбой уже прокачан до максимального для меня четвертого уровня. Так, ну, будем теперь, наверное, копить на верхнего. Ну, или не знаю, или, может быть, если ж... Может быть, парочку снежков попробовать поставить, хотя бы здесь. У нас все-таки уже есть один, да, прокачанный молокомет, и было бы неплохо, если бы кто-то задерживал врагов перед ним. Слушайте, ну вот там наверху прорываются, мне это не нравится. Надо, наверное, стоять еще одну пушку где-нибудь. Так, ну пока вроде отбиваемся. Я все-таки хочу сначала молокомет прокачать. Блин, а у нас тут все-таки пробиваются, ребят. Вон там толстяки проходят. Не, не, отбиваемся, слава богу. Так, ох ты, ешкин, сколько бегунов, сколько толстяков. Давайте сразу, сразу их будем как-то встречать. Давайте, снежки вам, ребята, далеко не уйдете. Ну, это еще не последняя волна, это всего лишь пятая из восьми. Нам придется еще потерпеть, еще побороться. Так, бегун, ну-ка стой. Так. Не, ну вот все-таки снежки отлично работают, очень хорошо замедляют врага. Отличный удар. Знаете, вот очень приятно ударить какой-нибудь ракетой сверху по этим толстякам, пока они еще все в одной куче. Пока они не разбрелись, кто там вверх, кто прямо, кто налево. И вот шипы тоже очень удобно использовать в таком положении. Так, давайте всех троих на шипы. Так, мы уже скоро сможем прокачать еще один молокомет, который, ну, в конце карты находится. Он, правда, редко бьет по врагам, но если кто-то прорвется, он сможет дать такой, знаете, достойный отпор. Так, ну и теперь, я думаю, можно уже потратиться, наверное, на всякие снежки. Блин, моя колючая проволока получилась вообще в никуда. Зря потратил. Никого не задел, но, тем не менее, мы отбиваемся и без нее. Так, все, мы готовы уже к приему последней волны. Вот через 7 секунд она начнется. Ну, давайте ускорим, у нас тут вроде все спокойно. Так, у нас какой-то новый монкис нежный в шапке-ушанке. Ну, ладно, он нас не напугает. У него 7200 здоровья. Так, ну вот и все, уже почти не стало монкис нежного. Тут наверху бегун, его тоже останавливают. Все, дальше остаются довольно простенькие враги, и с ними мы легко справимся. И у нас еще даже, ну, даже лишнее молоко оставалось. Так, друзья, ну, вот теперь с шишками мы, конечно, разберемся. Я сейчас за кадром все это дело пройду. Ну, а потом посмотрим, что у нас там дальше. Ну, что, ребят, хочу сказать. В итоге я завис на восьмом этапе. Хоть я и подкачал свои пушки в исследовательской лаборатории, ну, только благодаря этому я смог дойти до нее, потому что до этого мне некоторые уровни сразу не давались. После прокачки в лаборатории у меня все-таки что-то получилось. Но, тем не менее, вот на восьмом уровне я запоролся, и здесь ни туда, ни сюда уже у меня никак не получалось. Ну, вот покажу вам один вариант из моих попыток, которых было на самом деле много, но не так, не этак. У меня все-таки не удалось пройти этот уровень. Ну что ж, вначале молокомет, потому что он, во-первых, далеко достает, во-вторых, он не нравится, в-третьих, он довольно быстрый. Ну, а в-четвертых, потому что я все-таки среди своих попыток пробовал иначе, я пробовал сюда и подкову ставить, ничего не выходит. Вариант с бутылкой отклоняется сразу, потому что я ее не прокачал в лаборатории, поэтому от нее толку мне не будет. У меня пока что в лаборатории более-менее прокачаны только молокомет и подкова мед. Так, ну вот, сверху молокомет, на низу ставим подкову, тут у нас толстячки. Так, ребята, там еще на правый фланг сдвигаются, это тоже опасно. Копим 80 молока, чтобы прокачать молокомет, и тогда будем чувствовать себя героями. Так, отлично. Так, теперь примемся за прокачку подковы нашей. Она нас пока что очень даже выручает. Так, ну нужно всего лишь 41 молока, ребят, дайте что-нибудь. Блин, у нас первый бегун убежал от нас. Ну ладно. Это не страшно, у нас есть еще две жизни. Давайте сюда уже поставим какие-нибудь тормозилки, что-нибудь будем пытаться сделать. Можно сюда еще одну. С другой стороны, я потратил 30 молока, да, на них. Ну, это можно было потратить на что-нибудь другое. Например, у меня уже было бы 60 молока, я бы мог уже подкову прокачать. Так, давайте, ребята, нам нужно 68 молока. Блин, там еще и наверху прорываются, но вот уже страшно жить. А это всего лишь четвертая волна. Так, дайте нам чуть-чуть, дайте нам сделать из подков наковальню. Так, отлично. Молоко у нас есть. Правда, враги вон там уходят за горизонт. Не, мы их все-таки успели кого-то остановить, но вот остальные, остальные прорываются. Так, вот еще один прорвался, остальных задержали, но в целом, в целом все уже плачевно. Ставим еще один молокомет на добивание. Так, здесь еще снежок. Надо сдерживать наших врагов. Ребята, остановите его, у нас не так уж много жизни, у нас всего одна жизнь. Кто сейчас пройдет, так я сразу и проиграю. Так, у нас тут толстяки, бегуны, блин, все сбегаются на выход. Так, остановите его. Нет, нет, все-таки, друзья, это поражение. Вот как ни старался, и в этот раз ничего не получается. Ну что ж, вот такие вот дела, друзья. У меня, кстати, как видите, есть почти миллион золотых, ну, максимум заполнена моя казна, и, к сожалению, я никуда не могу их потратить, потому что оба моих рабочих заняты. Один улучшает снежок, а другой улучшает нашу базу, и уже после улучшения базы я построю новые склады, которые смогут вместить достаточно эликсира, чтобы прокачать наш подковомет и наш молокомет. Ну ладно, друзья, на этом я прощаюсь. С вами был 1101. До новых встреч!